Колени хохломской росписи. Слух не режет слово хохломская роспись? Режет, да? Но вы прекрасно знаете, что традиционные места оттавания художественных промыслов, народные, традиционные, они, как правило, носят название мест оттавания. И вот хохломская роспись звучит почему так. Сила торговой хохлома стоит на речке хохломка. Теперь понятно. Но все уже привыкли, хохлома, хохлома. И мы уже часто используем это слово в своих работах. Но вообще-то правильное произношение хохломской росписью. Своими корнями она уходит очень глубоко. И достоверно сказать, когда зародился такой промысл, сложно, потому что это связано с деревом. Дерево у тебя он недолговечный. Но то, что это не один век и не два, это совершенно точно. И два слова. Что это такое? Хохломская роспись – это посуда. Это деревянная посуда. И изначальное ее возникновение и дальнейшее ее развитие именно было в том русле усовершенствования посуды деревянной. Думаю, что на земле были к тому предпосылки, потому что село Хохлома, так бывает, оно находится на левом берегу Волги. Глубоко, в лесах, в свое время, это вообще Рустай, русская тайга. И здесь, конечно, места такие сокровенные, скажем. Человек всегда любил украшать свой быт. И действительно, скромный крестьянский быт, понятное дело, хотелось, конечно, всегда украсить. Посуда. Я думаю, что еще и раньше были предпосылки, до того, как появилась эта роспись, именно. Потому что, ну, не лоптями щехлибали, конечно, и дело, да? Край у нас наш хардник. То есть баклуши били по всему району, Кавернинскому, Городецкому баклуши, сами знаете, бить ложку, резать ложку. Вот. То есть бить баклуши – это самая первая черновая работа при заготовке балланки для лужки. Говорят, бить баклуши ничего не делать. Наоборот. Бить баклуши – это тяжело работать. И леса, в которых было много мягко-лиственных пород, древесина – это липа. Липа и до сих пор является основным материалом для хохлопской мосписи. Дерево такое очень пластичное, хорошо поддаётся механической обработке, прекрасно держит грунты, лаки и удобен, потому что это очень-очень легкий у тебя. Действительно, он просто невесомый. Я так думаю, что местные люди, которые здесь проживали, они имели возможность делать из дерева очень много чего в быту, в том числе и посуду. Но сами понимаете, что липу, как таковую, ну просто невозможно в сыром виде использовать, да? То есть должна была быть какая-то обработка. И вот всё, что связано с дальнейшей обработкой, вот выточенный или вырезанный предмет – это белый, ничем не тронутый, называется бельё. И для того, чтобы можно было пользоваться, но местные люди очень мудрые, они придумали грунтовать и не ничем-нибудь, а материалом, который тоже здесь же. Лес здесь произрастает, да? Глина, прекрасные места глиняные, и глина сорта ВАПа, розовая такая, очень хорошо подходит. Она обрабатывалась определенным образом, сушилась в печах, толпалась в ступах, и просеивалась через несколько сетей, то есть превращался в порошок, быстро растворивый, тип кофе, который мы пьём вот сейчас, да? И заваривался такой раствор густой, как сметана, сметанообразный. И вот это высушенное бельё, сушка – это тоже отдельная песня, мы очень долго можем говорить, но я просто коротко. Высушенное правильно бельё обрабатывалось вот этим раствором глиняным, он в естественных условиях подсыхал, и, представляете, белый превращался в такой розовый замшевый предмет, да? Но дальше, дальше обрабатывался предмет маслом, риняным. Слава тебе, Господи, в наших местах очень плохо родится хлеб, но уж лёд-то, извините меня, лёд-лубинец выращивался всегда в наших местах. И, естественно, лёд – это волокно, это семя, семя – это масло. И масло – неотъемлемая часть процесса в технологическом хохминской розписи. Прямо натуральным маслом обмазывалось и ставилось впоследствии в печь, в горячую, протопленную, замечённую, без этого в печь, и, знаете, как процесс называется? Тушёвка. Понятно? Вот, то есть, даже все операции, они настолько просты. Тушёвка. Во время тушения масло заходило в поры, ликнуло, так, и за собой забиралось, затаскивало туда частицы вот этого глиняного груда. Поры закрыты. Утром, когда доставали из печи эти предметы, они звенели просто, вот, ну, знаете, как тонко-керамическую и бирюс точно так же. Кстати сказать, у него. Потом, после шлифовалось, готовился этот предмет, там, шпотливали, шкурили, то есть, до такого, как вам сказать, ну, приятного такого состояния, да, и потом уже покрывался, этот предмет покрывался олифой трижды, с интервалом часов два-три. Прямо в один день три или четыре, но в основном три. Три слоя олифы и давалось отдохнуть и закрепиться этой пленки, но до состояния отлипа, такого нежного отлипа. Я студентам своим говорю, чтобы вы поняли, это вообще-то вот до состояния такого вот поцелуя, понимаете, нежного. И в эту поверхность втирался металлический порошок. И вот вы представляете, сколько стадий. Так, металлический порошок, ну, вот здесь, я как раз по старой технологии делала, вещь привезла, вот где-то вот так, как внутри. Это выглядело, так, и в старые времена сразу же это вступало на роспись художнику. И вот здесь уже ошибиться было нельзя, потому что хорошо стоит стереть, уже нельзя. Сейчас процесс несколько видоизменен. Здесь используются сейчас лаки натуральные, с натуральными пигментами, подкрашивающие лаки. И теперь можно вот эту металлическую поверхность прямо практически сразу превратить золотую поверхность. И уже у художника больше возможностей. То есть, ну, здесь уже палату можно стереть, можно что-то подправить. Кстати, сказать, это вообще не приветствуется никогда. Иногда используются дефекты, как эффект, это сами знаете. В народных промыслах некогда делать эскизы многодельные такие, да, то есть, ведь промысел что-то такое-то предполагает.